Приветствую вас. Многое зависит от того, значит, какую именно цель преследовал человек, внушающий вам что-либо, каким способом было осуществлено это внушение, то есть чего человек хотел, внушая вам. И, собственно, ну, способ, то есть гипноз, какой-никакой гипноз и так далее. То есть, длительность установок, она напрямую зависит от способов и принципов внушения. Здесь вы в своем вопросе подробно этого не раскрываете, но, тем не менее, это было бы важно, особенно если вы хотите получить помощь в таком довольно узкоспециализированном вопросе, как внушение и, если я правильно понял, гипноз. Далее, какие могут быть последствия? Ну, во-первых, последствия могут быть такие, что если вам что-то внушили, то внушаемость, она, ну, повлияет на ваше поведение, в первую очередь. То есть, на поведение каким образом? Ну, что это значит? Повлияет на поведение. Повлияет на поведение, она считает, что вы будете, вы, скорее всего, будете что-то делать в соответствии с этими установками, в соответствии с тем, что вам внушили. Если, конечно, предварительно, перед этим вы не проведете еще один сеанс, где вам уберут вот эти вот искусственно внушенные какие-то моменты, которые для вас, ну, неприемлемы. Как, вот, например, ну, как вы говорите, да? Вот. Дальше. Вы можете, ваше поведение может приобрести вот эти вот, ну, вот эти вот оттенки, аспекты, аспекты того, значит, что вам нужно. То есть, что-то из этого вы будете делать, что-то из этого вы, возможно, будете или хотеть, или желать, или стремиться к этому, возможно, даже не осознавая до конца, что этого хотите именно вы. Далее, нужно понимать, что даже после того, даже после того, как вам уберут вот эти вот внушенные, искусственно внушенные моменты, даже после того, как вам это уберут, вполне вероятно, что какие-то мысли относительно того, что вам внушили, у вас останутся, если внушенные мысли нашли отклик уже у вас. То есть, ведь внушение произошло как? Какие-то мысли, да, какие-то отдельные моменты вам, по сути, сделали вашими. То есть, по сути, сделали так, что какие-то вещи, ну, стали частью вашего мышления. И если так, давайте понимать, что что-то из этого искусственно навязанного, вполне могло найти отклик уже у вас, в ваших собственных мыслях и ценностях. И вот это, вполне вероятно, может закрепиться на уровне уже вашего собственного, личностного. И поскольку такая возможность есть, то если вы обратитесь к другому человеку, который может вам что-либо внушить, например, к тому же гипнотизеру, то нужно вот весьма, весьма условно подходить к этому процессу и, ну, несколько раз подумать, действительно ли вы этого хотите. Потому что это может быть опасно. То есть, если вы будете стремиться убрать все, что вам внушили искусственно, и если эта идея убрать, стремление убрать, будет вами управлять, то в таком случае я думаю, что вы можете начать терять часть, ну, или частично терять свою самобытность, частично терять свою именно индивидуальность. И вот чтобы этого не произошло, я бы рекомендовал вам просто осознать то, что вам внушили. И самостоятельными, собственными усилиями, естественно, с помощью психолога, как бы отделить, отграничить неприемлемое вам и причины того, что вы это не приемлете, от, собственно, вашего, того, чего вы хотите. И тогда, на мой взгляд, не будет никакой угрозы того, что вы потеряете часть своей самобытности. И тогда можно будет уверенно сказать, что вы сохраните себя и свой набор личностных качеств без ущерба. Что, в принципе, на мой взгляд, является, ну, одним из самых важных целей, которые здесь нужно учитывать при решении вашего вопроса. Решать, конечно, окончательное решение принимать, безусловно, только вам. Я ни в коем случае не хочу вам что-то советовать. Я ни в коем случае не хочу вам навязывать мнение. Я просто высказываю то, как я это все вижу. И если вам понравилась моя мысль, то именно этот способ можно и осуществить. Не обязательно со мной. Эксперт вы можете выбрать любого, конечно же, который вам понравится и поработать с ним, но тем не менее. Вот, пожалуй, то, что можно вам сказать. Вот, пожалуй, то, что я хотел вам сказать. Пожалуй, это было все. На этом можно закончить. Если у вас остаются вопросы именно ко мне, то буду рад помочь вам. Пишите в личку, отвечу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!